Всем привет! В этой части я буду устанавливать на Теслу Кибертрак полный привод. В прошлой серии я доделал подвеску и установил на неё пневмобаллоны. Теперь Кибертрак стоит на своих колёсах без посторонней помощи, а значит нужно сделать так, чтобы все эти четыре колеса крутились одновременно. Ведь это не только реплика электрокара, но и внедорожник. Было бы здорово поставить на каждое колесо по электромотору, ну или хотя бы по мотору на каждую ось. Но стоит это каких-то нереальных денег, и я сделал всё проще и бюджетнее. Хотя я думаю, у меня всё впереди, и я смогу достать эти детали. А пока установлю менее затратный, но тоже очень хороший вариант полного привода. Сейчас я расскажу, какие запчасти для этого мне понадобились. Конечно же, в первую очередь я взял коробку передач с полным приводом. У неё есть привод для передней оси, а также есть выход для кардана на заднюю ось, которая подключается с помощью этой тяги. Она управляется пневмоцилиндром, который ещё в хорошем состоянии, но я его заменю на сервопривод, чтобы всем этим делом можно было управлять через планшет. Скорости переключаются сбоку, они мне помогут, если двигатель будет слабым, а если нет, то как пониженная передача. Следующей деталью стал редуктор, который будет устанавливаться на заднюю подвеску. Он шёл вместе с приводами. Редуктор имеет блокировку дифференциала и также управляется с помощью пневмоцилиндра. Собирается довольно-таки хороший комплект полного привода, практически со всеми блокировками и с пониженными передачами. Хорошо, что редуктор пришёл с креплениями, не так сложно его будет закрепить на заднем подрамнике. И ещё мне понадобятся два привода, которые шли вместе с коробкой, и два недостающих привода для поворотных кулаков. Ну и чтобы соединить две оси, будет использоваться карданный вал. Теперь нужно всё прикинуть, разложив на полу мастерской. Друзья, представьте, если бы наш кибердрак не только был футуристичным, но и умным, как какой-нибудь кит из рыцаря дорог. Искусственный интеллект — это будущее, которое совсем не за горами, а ещё крайне перспективное направление. Если вам хочется в нём развиваться, я бы рекомендовал пройти обучение в образовательной экосистеме Geekbrains. На факультете искусственного интеллекта вы сможете получить технические основы профессии. Работа в Linux, создание серверов и облачных сервисов, оптимизация сложных запросов и даже освоение библиотеки языка Python. Далее на более продвинутом уровне заложите прочный математический базис для будущей профессии через решение задач оптимизации и изучение алгоритмов машинного обучения. Всего курс длится 2 года. На выходе вы изучаете нейронные сети и совместно с компанией NVIDIA начнёте решать задачи искусственного интеллекта. В течение всего обучения у вас будет личный помощник-куратор. Сами же преподаватели факультета — действующие специалисты топ-компаний страны с колоссальным опытом работы. Обучаясь в Geekbrains, студент получит диплом с государственной лицензией и гарантированно получит трудоустройство в одной из ведущих компаний-партнёров. Программа обучения Geekbrains — одна из самых объёмных и содержательных, в то же время проста в понимании, ведь идёт по нарастающей — от базы до продвинутого инструментария. Переходите по ссылке в описании, введите промокод и получите скидку 45% на факультете искусственного интеллекта. Первым делом буду устанавливать коробку передач. Главное, чтобы колокол влез в подрамник. Снял кронштейн, так как он мешал примерке. Коробка, можно сказать, встала впритык. Это хорошо, так как подрамник я варил, не зная размеров будущих деталей. Единственное, закрадывается вопрос, а влезет ли электродвигатель в это пространство? От колокола до рамы по замерам остаётся 45 см. Если мы говорим о современных двигателях, то они точно влезут, ведь у них компактный размер при мощности более 100 кВт. Значит, моторы от электропогрузчиков в этом проекте использоваться не будут. Может, это и к лучшему. Перед тем, как сварить привода между собой, закреплю коробку на своём месте. Делаю пока что временные крепления, вдруг коробку нужно будет передвинуть немного назад. После этого соединил привода между собой. Было бы совсем идеально, если бы штанги приводов вставлялись друг в друга, но не в этот раз. Получится коллаборация. Внутренний шрус от Ауди, внешний от Шевроле. Нужно будет прикрутить шрусы на свои места и замерить штанги, а после этого уже сварить между собой. Очень важно подогнать длину правильно. В противном случае шрус сломает либо коробку, либо любой из подшипников, который участвует в процессе передачи момента к колесу. Прихватил две детали между собой на специальном импровизированном стенде. Нужно ещё раз всё примерить перед проваркой. Тестировать привода буду пневмоподвеской. Сначала подъём, максимальное положение. Привод вытягивается и есть свободный люфт максимальной точки подъёма. Когда машина опускается, можно заметить, как внутренний шрус просто вжимается в коробку и на нижней точке он находится в распоре, не имея вообще люфта. Неправильно была выбрана длина штанги и внутреннему шрусу не хватает хода при опускании подвески. Я его снял и укоротил на 5 мм. Вот теперь всё в порядке и шрусы отрабатывают чётко ход подвески. После теста их можно проварить и установить разрезную втулку из трубы. Без неё надолго такого соединения не хватит. Привод для передней оси установлен и можно переходить к заднему редуктору. Перед его установкой нужно открутить привода. Взял набор торксов, но не тут-то было. Включи торкс не подходят к этим болтам. Как казалось, чтобы открутить привода, нужны биты под названием сплайн. Пришлось купить специальный набор. После освобождения редуктора нужно прикинуть его в задний подрамник. Подрамник варил заведомо большой, чтобы можно было при желании разместить электродвигатель. Поэтому проблем с размещением редуктора не возникло. Задняя опора будет прикручиваться к уголку. Передний кронштейн также прикрутился к приваренным к подрамнику уголкам. Привода сварил между собой так же, как и на передней оси и установил на своё место. С их подгонкой повозился дольше. Не знаю почему, но они не хотели выдавать полный ход подвески. В конечном итоге мне всё-таки удалось их отрегулировать, и они спокойно прошли тест пневмоподвеской. Детали задней и передней оси установлены. Значит их можно соединить с помощью карданного вала. Прикрутил кардан к редуктору для примерки. Было очевидно, что он короткий, и его придётся удлинить. Сейчас я просто высчитаю оптимальную длину, не обращая внимания на биение и кривизну свариваемых деталей. Так как эту процедуру выполнят специалисты, которые удлиняют и балансируют карданные валы. Разрезал короткую трубу кардана на две части и прикрутил шарнир к коробке. Замерил внутреннюю часть, чтобы найти более-менее подходящую трубу для вставки. Соединил детали между собой и прихватил на пару точек, не обращая внимания на соосность деталей. Для проверки установленных узлов она мне не нужна. Чтобы проверить установленные детали, поднял сайбертрак и свесил все четыре колеса. На вал коробки установил переходную муфту для шуруповёрта. Можно сказать, это первый электродвигатель, который был установлен на кибертрак. Выключил все блокировки и запустил шуруповёрт. Как и ожидалось, крутится только одно переднее колесо, так как включена только передняя ось. Если остановить колесо, начинает вращаться другое. Срабатывает дифференциал, который не имеет блокировок, хотя дифф с блокировкой можно установить в эту коробку. При включении тяги на хвосте коробки закрутится карданный вал, тем самым включается задняя ось. В заднем редукторе также есть дифференциал, и если остановить одно из колесо, закрутится другое. Но задний дифф имеет блокировку, если потянуть за тягу, она включится, и уже два колеса будут крутиться постоянно, образуя между собой неразрывную ось. Получается, что на данный момент со всеми включенными блокировками постоянно передается момент от двигателя на три колеса, что более чем достаточно для внедорожника. Постепенно кибертрак обрастает все новыми запчастями, и кто знает, может в следующей части он обзаведется электродвигателем, и уже можно будет в реальных условиях протестировать полный привод. Чтобы не пропустить это событие, обязательно подпишись на канал, если еще не подписан. А на сегодня у меня все, если вам понравилось, обязательно ставьте большой палец вверх, и делитесь этим видео в соцсетях, это все поможет мне найти действительно достойный двигатель на Теслу. Всем пока, по традиции увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok